Добрый день всем! Скитались мы, скитались с Егором по собачьим будкам, по всяким очень маленьким переговоркам, где, когда ставишь камеру в GoPro, то твоя промежность выглядит, мягко говоря, не очень прилично. И вот, наконец, воспользовались такой возможностью, которую нам предоставляет Кровавая Гобня и её Наймиты, поскольку позволительно теперь даже иногда сюда приходить и рассказывать про разные вещи. И то, о чём сегодня пойдёт речь, в принципе, я даже писал об этом в каком-то журнале, я помню, про Плевака была у тебя статья, причём даже не один раз, я помню. Не один. Да, мы её публиковали, я в каком журнале устраивался, я это… Это уже без меня, в конце концов. Да-да, я помню, что я два раза… Главное, чтобы под моим именем… Под твоим, конечно, под твоим именем. Слава. Да, я помню, это был «Аэропорт города», а потом «Столица и усадьбах». Да-да-да, я… Два раза мы одну и ту же статью крутили. Статья была про довольно известного адвоката, вошедшего в бытовую историю с фразой «плевак мы хотели», это было заголовок нашего труда. Значит, сегодня мы поговорим про некоторые аспекты дореволюционной адвокатуры, о чём Егор Яковлев в своё время писал, вот покажи, в книжке. У меня есть книга, точнее, есть очерк, который вошёл в книгу об адвокатуре «Интересно», и сейчас встал вопрос о том, чтобы этот очерк дополнить и переиздать, потому что материала я собрал где-то в 2-3 раза больше тогда, но так случилось, что просто влезало вот только то, что влезло, так сказать, сколько получилось, 200 страниц. Ну такой шрифтик зато, крупненький. Шрифтик, да. Крупненький шрифт – это всегда прекрасно. Да-да. Это не только для того, чтобы сделать книжку толще, а это на самом деле просто реально удобнее читать, например, в метро. Почему адвокатура, может быть, зрители не знают, коротенький экскурс. Адвокатура в современном понимании в Российской империи не существовала до реформ Александра II, появилась она только согласно судебным уставам 1864 года, а реально была введена в 1866 году, когда де-факто появился суд открытый, гласный, публичный и состязательный. Состязательный, что самое главное – состязательный суд – это важная составляющая. И многие юристы, которые до этого работали в суде, они сразу же влились в сословие так называемых присяжных поверенных, т.е. адвокаты в Российской империи назывались присяжными поверенными, и сразу же окунулись в перипетии эпохи, о многих из которых, наверное, Павел рассказывал в своих выступлениях, потому что многие персонажи, о которых Паша рассказывает, рано или поздно оказываются на скамье подсудимых, и тут вот. И тут к ним как раз приходили адвокаты, которые скупали в здании судьбы все апельсины для них, был такой потрясающий момент. Да. И, в общем, эта адвокатская корпорация, она дала множество ярких фигур, но как раз не случайно ты заговорил о Фёдоре Никифоровиче Плеваке, потому что на этом фоне он был человеком чрезвычайно уникальным, абсолютно нетипичным, поскольку назвать его в полном смысле слова юристом нельзя. И, тем не менее, именно он стал своего рода народным героем, т.е. там где адвокатура и где крестьянская масса, казалось бы, но именно Плевака был героем крестьян, рабочих, людей малоимущих и неимущих, и именно про него там в народе слагались легенды, ему слались письма, написанные с миллионом грамматических ошибок и без точного адреса, слали, так сказать, Фёдору Никифоровичу господину Плевак или народному заступнику, как говорили. Т.е. вот это тот случай, когда человек, не будучи доскональным знатоком законов Российской империи, но при этом, будучи выдающимся оратором, деятельным судебного красноречия, он стал именно народным героем, а не героем интеллигенции, каким был, например, другой известный адвокат, его современник Владимир Данилович Спасович. И вот я хотел бы несколько наших встреч с Пашей посвятить этой тематике, поскольку она мне представляется интересной с нескольких точек зрения. Во-первых, с той точки зрения, что это новый план перипетий эпохи, всех судебных процессов связанных с народовольцами, с деятелями, с народниками, с последствиями с террористами эсерами. С другой стороны, вот если говорить конкретно о Плевако, это определённый срез истории русской модернизации, потому что именно пример Плевако, пример его популярности показывает разницу между представлениями о правосудии в индустриальном обществе и в обществе аграрном. Вот Плевако был героем аграрного общества. И давайте я немного расскажу о том, кто такой был этот человек, почему он стал столь популярен и как развивалась его карьера. Значит, надо сказать, что сама история рождения и появления Плевака на свет, она достаточно нетипична, удивительна. Он родился в городе Троицке в Оренбургской губернии, и его отцом был ссыльный малороссийский дворянин Василий Плевако. Почему он был сослан в такую глушину, совершенно непонятно, но источники глухо намекают на участие в польском восстании. Он был ещё Плевако, не Плевако он. И за 10 рублей он купил себе наложницу, побывав, так сказать, в доме одного местного помещика, он купил служанку себе по имени Екатерина, непонятно, она то ли киргизская была, то ли калмычка, вот это мать Фёдора Никифоровича. Ну отсюда, собственно, и внешность у него такая. Да, это мать Фёдора Никифоровича, у них было несколько детей, причём отец Василий так и не женился на матери, т.е. детей они прижили вне брака. Извини, пожалуйста, это буквально брак по расчёту, без иронии. Это была очень тяжёлая, на самом деле, трагедия, в первую очередь для неё, потому что она постоянно подвергалась насмешкам и унижениям со стороны других людей окружающих. И когда родился Фёдор, она просто не в состоянии уже терпеть унижение, и унижение её детей, которых там ублюдками обзывали и т.д., она решилась его утопить. Она побежала на берег реки и хотела бросить в реку просто ребёнка. И тут её увидел казак какой-то и говорит, зачем ты ребёнка бросаешь? Давай я заберу, будет у меня жить. И она отдала ребёнка казаку. Казак отъехал от дома и там встретил Василия. Василий возвращался домой, увидел, всё понял и забрал ребёнка назад. И вот эта история, плевах её знал, мать ему об этом рассказала, он никогда в жизни мать не осуждал, и вообще у него был такой культ матери – никогда её не осуждал, очень её любил. И потом, когда стал уже очень богатым человеком, он окружал её заботой, лаской, любовью, мать для него была всем, у него была страстная любовь, он боготворил просто мать свою. И она тоже его любила, т.е. мать стала для него символом жертвенности. Она, видимо, как-то вспоминала эту свою минутную слабость. Мать стала для него символом жертвенности, и Плевака был очень религиозным, верующим человеком, у него образ Богоматери со своей матерью совмещался. И с самого детства, да, это очень важный момент, о котором я говорил, с самого детства Плевака был очень религиозным. И его ученик, известный потом адвокат и политический деятель Василий Маклаков со слов Плевака рассказывал, что ребёнком Фёдор очень переживал, что его друзья-то торчат, некрещёные, и они не попадут в рай, стало быть. И он решил их тайно окрестить, и когда они купались, когда они нырнули, он начал их крестить. И таким образом, как ему тогда казалось, спас их. Рос он ребёнком очень смышлённым, и когда достиг более-менее взрослого возраста, семья переехала в Москву. И там отец, воспользовавшись какими-то своими связями, пристроил и Фёдора, и его брата Дормедонта в коммерческое училище, где они показывали выдающиеся успехи, т.е. Плевака был одним из лучших учеников, и венцом в зените славы он оказался, когда в коммерческое училище приехал герцог Альденбургский, который был патроном этого училища, и стал смотреть учеников, какие успехи, и Фёдор продемонстрировал выдающиеся способности в математике, решил какие-то очень сложные задачи на глазах герцога. Герцог был в восторге, и впоследствии прислал Фёдору в подарок коробку конфет, которые и были съедены. Торжественно. Торжественно. А ещё через полгода Плевака исключили. Я сейчас уточню, я просто на самом деле, я водил экскурсию, это коммерческое училище, оно то ли на Остоженке, то ли на Перчистенке находится, находилось. Да. Торжественно. Через полгода его исключили, и брат его. Ну, исключили, как несложно догадаться. Как? Почему? Через полгода исключили. Почему? Почему исключили? За неуспеваемость? Да нет, за успеваемость как раз была отличная, одна из лучших. Исключили как незаконнороженную, потому что папа, так сказать, до сих пор не озаботился этим вопросом. И пришлось Плевака… Правда, отец приложил какие-то усилия, пристроили в гимназию, и дальше Плевака, закончив её, поступил на юридический факультет Московского университета. К тому времени отец умер, и семья, прямо скажем, голодала, поэтому Плевака учиться полноценно не мог. И устроился на работу журналистом, устроился он на работу в очень интересное такое издание «Московский листок», которое издавал известный московский деятель Николай Иванович Пастухов. В общем, всё своё свободное время посвящал тому, чтобы искать всякие сплетни, новости, учиться времени не оставалось. Вот однажды произошёл такой забавный случай, ожидал Плевака экзамен у преподавателя римского права Никиты Ивановича Крылова, и он вспоминал об этом так. «Матушка лежит больная, поцеловала она меня, заплакала, не бойся, Федечка, надейся на Бога, не оставит он нас, сирот». Пошёл я на экзамен, зашёл к Иверской Божьей Матери, ей заступнице горе своё выплакал, но замолился, опоздал. Вхожу, а уже началось. Увидел меня Никита Иванович, как пробираюсь вдоль стены. «А поди-ка сюда, братец!» Подошёл к нему, ни жив, ни мёртв. «Почему это ты такой скорбный? По лицу, братец, вижу, что ничего не знаешь. Тяни билет, потяну, дух замер, знаю, режу. Отчего же у тебя, братец, вид такой скорбный, будто ничего не знаешь? Матушка, говори, у меня больна. Матушка больна? Ну, поспешай». И выставил мне 4 с плюсом. Я выяснил, да, это действительно коммерческое училище, это на Остоженке, там Померанцев переулок, там рядом дом, где была последняя квартира Есенина, он там жил со своей третьей женой Толстой. И вот как раз это училище, там раньше как раз была надпись, её окончила, кстати, Обломов ещё до кучи. А Иверская, все ходили молиться, вы удивитесь, это Воскресенские ворота Кремля, там, собственно, была часовня, по-моему, её восстановили сейчас. Вот туда как раз все вот эти лботрясы и ходили. Ну, вот теперь, уважаемые зрители, когда вы будете посещать экскурсии Павла, и он вам будет рассказывать про то, как Плевака сначала конфет прислали, а потом исключили из коммерческого училища, знаете, кто ему об этом рассказал? Да-да-да, вот его источник. Ну вот, значит, Плевака закончил университет как раз в 1864 году, как раз когда были введены судебные уставы, и появилась, собственно, возможность поступить в адвокатуру, это была такая новая дорожка, которую очень многие энергичные, перспективные молодые люди стремились воспользоваться. Но они огнём горели, это была такая стезя, т.е. во-первых, новое абсолютно начинание, плюс они понимали, что наконец-то у них появится возможность, ну вот это вот, грубо говоря, это такое преломление идеи хождения в народ, т.е. послужить на благо людей… Да-да-да, это была такая романтическая цель, и Плевака, собственно, и отозвался на это, он был идеалистом и подумал, что сейчас он пойдёт сражаться за правосудие, и действительно так, в общем, и получилось. Но был ещё один момент, потому что адвокатура оказалась делом чрезвычайно прибыльным, и Плевака, который был, в общем-то, очень небогат, очень небогат, он относительно быстро сумел поправить своё материальное положение, вот у нас есть данные, что… Первое дело он провалил, первое дело он провалил, но его имя появилось в печати, и Плевака всем ходила показывать, что вот он теперь звезда, уже неплохо. Второе дело – он уже выиграл и получил гонорар 200 рублей. Это очень серьёзные деньги, кстати. Да, их он потратил на покупку хорошей одежды. Ну а дальше уже всё пошло отлично, и за третье дело он уже получил 3600 рублей. 3600 рублей можно было на год квартиру снять в Петербурге. Он так и сделал. Собственно… В Москве. Да, перевёз свою семью в хорошее жильё, и уже можно было жить. В это время он был ещё помощником присяжного поверенного, а в 1870 году он стал полноправным присяжным поверенным. То есть, что Плевака выделяло среди его коллег? Во-первых, внешность. Да. То есть, он унаследовал от матери такую киргизскую или калмыцкие черты, и в сочетании с таким проникновенным голосом, которым он буквально выводил в транс публику, это производило очень сильное впечатление. И по Москве пошли слухи, что Плевака на самом деле обучен какому-то калмыцкому шаманизму, что это какой-то такой колдун, шаман, который восточный, который умеет воздействовать на… Битвы к сражающим. Ну а, конечно, дело было не в этом, а в том, что Плевака, во-первых, был выдающимся оратором, великолепно умел строить речи, и сравнение его речей с проповедями – он показывает, что он очень многому учился на церковной литературе. Вторая причина, по которой Плевака оказывался столь популярен, заключалась в том, что он безошибочно угадывал, безошибочно понимал представление массы о правде. И вот в этом уникальность, потому что для Плевака закон вписанный отходил на второй план, он всегда апеллировал именно не к закону, а к правде, к народным представлениям о правде, о том, как поступить по правде, как решить по правде. Давайте немного приведём свидетельств о том, как он выглядел и как он выступал. Значит, вот его коллега Владимир Данилович Спасович, другой известный адвокат, оставил вот такое воспоминание. «Скуластое, угловатое лицо калмыцкого типа с широко расставленными глазами, с непослушными прядями длинных тёмных волос могло бы назваться безобразным, если бы его не освещала внутренняя красота, сквозившая то в общем одушевлённом выражении, то в доброй львиной улыбке, то в огне и блеске говорящих глаз». Коня писал о нём, Анатолий Фёдорович, да, известный, председатель Петербургского суда. «Его движения были неровны и подчас неловки. Неладно сидел на нём адвокатский фраг, а пришепётывающий голос шёл, казалось, вразрез с призванием оратора, но в этом голосе звучали ноты такой силы и страсти, что он захватывал слушателей и покорял его себе». Писатель Вересаев оставил такой отзыв о нём. «Главная его сила заключалась в интонациях, в неодолимой прямо кладовской заразительности чувства, которым он умел зажечь слушателей». Тут ещё надо этот момент сказать, я, в принципе, не указывал в одном из выпусков, особенно когда я рассказывал про дело Веры Засудич, дело в том, что вот эти все суды – это был фактически такой народный театр, потому что не так было много мест, где можно было пойти и посмотреть некие прения, точнее, их вообще не было. Ну да. Их не было от слова «вообще». И здесь реально были суды, на которые было не попасть, распределялись билеты, билеты были нескольких рангов, и, естественно, все эти адвокаты становились моментально звёздами. То есть, это некий такой вот микс, я не знаю, рок-звезды, сатирика серьёзного при этом ещё какого-то ведущего, то есть, это вот всё в одном, это всё были они, они были реально кумирами, ну и плюс ещё деньгу зашибали неплохо. Да-да-да. То есть, звёзды в чистом виде. Да, совершенно верно. Ну вот, если говорить о делах, на которых я плевака прославился, их было несколько, самые громкие, во-первых, это дело, о котором мы с тобой уже разговаривали, это дело игумени Митрофани. Да-да, мы уже рассказывали про него. Вот, игумени Митрофани, которая в течение целого ряда лет занималась мошенничеством и ограбила казну более чем на 700 тысяч рублей – очень приличная сумма, и для плевака, человека глубоко верующего, это было просто, это разрушало его мир, его представление о том, как должен вести себя священнослужитель, и он произнёс совершенно потрясающую речь, которая там в списках ходила и так далее. Значит, самую яркую часть я прочитал, чтобы зрители понимали, о чём речь. Путник, идущий мимо высоких стен владычного монастыря, набожно крестится на золотые кресты храмов и думает, что идёт мимо дома Божьего, а в этом доме утренний звон подымал настоятельницу её слуг не на молитву, а на тёмные дела. Вместо храма – биржа, вместо молящегося людо – аферисты, вместо молитвы – упражнения в составлении векселей, вместо подвигов добра – приготовления к ложным показаниям, вот что скрывалось за стенами – выше, выше строите стенам веренных вам общин, чтобы миру не было видно дел, которые вы творите под покровом рясы и обители. И надо сказать, что речь-то Плевака сыграла свою роль, игуменю признали виновной и сослали лишив всех прав в состояние. Что многим не понравилось, потому что она же была очень благородного происхождения. Да, она была дочерью героя войны 12-го года генерала Розена. Ещё одно дело, которое нашумело и которое имело характер того, о чём ты говоришь, театра – интересно, это было дело Просковья Качки. Просковья Качки – это девушка, которая застрелила своего возлюбленного студента Бронислава Байрашевского. Да, такие дела вызывали вообще просто массовый интерес, такая мелодрама в действии. Значит, девушке было 19 лет, вот студент с ней встречался, а потом бросил, она его застрелила, отдельно разговаривала вся Россия. И Плевака для него как раз сыграла роль, вот может он человека пожалеть, понять или не может. Вот эту девушку он понял, а он взялся её защищать. И это практически Достоевский, т.е. я сейчас зачту речь, становится понятно, насколько глубоко он анализирует душу, малейшие вот эти душевные движения человека. Само возникновение её на свет было омерзительно. Неблагословенная чета предавалась естественным наслаждениям супругов. В период запоя, в чаду вина и вызванной им плотской сладострастной похоти ей дана жизнь, её носила мать, постоянно волнуемая сценами домашнего буйства и страхом за своего грубо разбульного супруга. Вместо колубельных песен до её младенческого слуха долетали лишь крики ужаса и брани до сцены кутежа и попоек. Бездомное существо, зверёк, у которого нет пристанища, дорого ценит привет. Она привязалась к Байрашевскому со всем жаром первого увлечения. И потом, когда он ушёл, она почувствовала горе, она узнала его. Будущее с того шага, как захлопнется навсегда дверь в покое её друга, представлялось тёмным, далёким, не озарённым ни на одну минуту, неизвестным. И она услыхала первые приступы мысли об уничтожении. Кого? Себя или его? Она сама не знала. Жить и не видеть его, знать, что он есть и не мочь подойти к нему – это какой-то неестественный факт, невозможность. И вот, любя его и ненавидя, она борется с этими чувствами и не может дать преобладанию одного над другим. И далее он описывает, как зреет в девушке желание убийства и как она борется с этим желанием. Она пишет сама на себя донос в полицию, выставляя себя опасной пропагандисткой. И желает, чтобы какая-то сила её уберегла от греха. Но доносу не поверили. Тогда она пытается совершить самоубийство, но перед этим отправляется в последний раз увидеть Барашевского. А тот насмехается над ней, сообщает, что к нему сейчас приедет новая любовница, и в итоге она его убивает. И тут всё дамочки достали, такие платочки взяли. Ну, примерно так и было, да-да. «И она запела, и каждая строка поднимала перед ней её прошлое со всем его безобразием и со всем гнётом, надломившим молодую жизнь. Друг беззащитный, больной и бездомный. Вдруг предо мной промелькнёт твоя тень. Пелась в песне, а перед воображением бедняжки рисовала сжимающее сердце картины одиночества. С детства тебя не излюбила судьба. Суров был отец твой угрюмый, лепетал язык, а память подымала из прошлого образа страшнее, чем говорилось в песне. Да, не радость сошлась и со мной, поспевала песня за новой волной представлений, воспроизводивших её московскую жизнь, минутное счастье и безграничное горе, сменившее короткие минуты света. Душа её надрывалась, а песня не щадила, рисуя игропа падений и проклятия толпы. И под финальные слова «или пошла ты дорогой обычной и роковая свершилась судьба» преступление было сделано. Сцена за убийством, поцелуй мёртвого, плачь и хохот, констатированное всеми свидетелями, истерическое состояние, видение Байрашевского всё это свидетельствует, что здесь не было расчёта, умысла, а было то, что на душу, одарённую силой в один талант, носила горе, как какого не выдержала и пятиталантная сила, и она задавлена им, задавлена нелегко, не без борьбы. Это ещё не хватает гусляра, который бы сидел такой, в углу такой. Ну, это церковная такая речь проповедника хорошего. И вот как Плевака завершает свою речь. «Я знаю, что преступление должно быть наказано, и что злой должен быть уничтожен в своём зле силой карающего суда. Но присмотритесь к этой 18-летней женщине и скажите мне, что она – зараза, которую нужно уничтожить, или заражённую, которую надо пощадить? Пусть воскреснет она, пусть зло, навеянное на неё извне, как пелена гробовая, спадёт с неё, пусть правда и ныне, как и прежде, живит и чудодействует, и она оживёт. Раскройте ваши объятия, я отдаю её вам». Но надо сказать, что вот Плевака был человеком, который искренне в это верил. Так потому он и цеплял, он цеплял. Здесь прослеживается, у Плевака вообще во всех его делах прослеживается одна линия очень чуткая, – что человека, который совершил преступление, задавленное каким-то тяжёлым горем, лучше излечит не кара, а прощение. Вот он был в этом уверен абсолютно, и именно поэтому к нему и было такое внимание и такое почитание, почитание совершенно колоссальное со стороны простого народа. При этом Плевака, конечно, был чрезвычайно своеобразным человеком. Там, где он в своём потенциальном подзащитном не видел, видел только расчёт, но не видел в нём какого-то страдания, которым можно было бы объяснить его преступление, он отказался защищать таких людей. Например, он отказался защищать Соньку Золотую Ручку, хотя ему предлагались очень большие деньги. Но Плевака, как Челентан на это уже отвечал, очень стар, очень богат, т.е. деньги были не нужны, и отказывался. А бывали случаи, когда его всё-таки убеждали, он соглашался и начинал лажать прямо во время суда. Известная такая судебная корреспондентка Козлинина оставила очень забавный факт, очень забавное описание такого эпизода. Она писала «Это был глашатый мировых истин. Он увлекал за собой и других, но чтобы возникло это впечатление, необходима была надлежащая почва. Нужна была наличность попранного человеческого права или человеческой личности, и в борьбе за них он являлся то грозным мстителем, то нежнейшим их охранителем. Там, где этого рода стимулов не было, а где обвиняемый руководствовался исключительно желанием нажиться, там безветными и неодухотворёнными являлись речи Фёдора Никифоровича». Вот однажды Фёдор Никифорович защищал двух братьев-подрядчиков, обвинённых в подделке строительного материала. Выступил очень слабо, тут выскочил его коллега, адвокат Шубинский, который, значит, уверенно стал доказывать, что клиенты хотели лучшего, но не получилось. Ну, мученики идеи, в общем. И плевака, заслышав речь Шубинского и, как пишет Козлинин, совершенно упустив из вида интереса своего подзащитного, самым неожиданным образом воскликнул. «Ох, если бы это были мученики, не на тех струнах прозвучало бы наше слово, дрогнуло бы сердце у обвинителя, и сомкнулись бы его уста». В общем, в результате обоим обвиняемым вынесли обвинительный вердикт, значит, виновны, всё, и сослали, ну и плевака потом. Ну извините, но не срослось. Ну это был такой обсуждаемый в Москве случай. Значит, но наиболее известны были, конечно, дела, имевшие такой полуполитический оттенок, и самое известное, наверное, из них это делало лютрических крестьян. Значит, лютричи – это село в Тверской губернии, где начались крупные крестьянские волнения, связаны они были с тем, что местный помещик Бобринский, земли которого окружали земли освобождённых крестьян, фактически их заново закабалил, пользуясь их неграмотностью, их наивностью, он нанимал их заново для обработки земли, обкладывая их колоссальными долговыми обязательствами, и в результате крестьяне оказались вообще кругом должны, просто им угрожала голодная смерть, и как раз из-за этих огромных долгов в результате начались волнения, на подавление волнений, как обычно, были посланы войска, но в дело вмешался Плевака, и его роль заключалась в том, что он придал им всероссийскую известность, т.е. он обратил внимание на то, что там происходит, причём действовал он чрезвычайно решительно. Во-первых, он оплатил всем обвиняемым проживание в Москве, и они в течение месяца жили за его счёт, т.е. он выступил их фактически таким патроном, потому что, если бы не он, конечно, никаких шансов не было. А во-вторых, он повёл настоящую кампанию против Бобринского, вот этого помещика, и мобилизовал весь дар своего красноречия, чтобы просто его уничтожить. И когда он пришёл на суд, он произнёс тоже речь фундаментальную, которая обошла в списках всю Россию. Значит, на суде обвинение строило свою линию на том, что были крестьяне, а у них были подстрекатели, агитаторы и т.д., что дело в революции. А у Плевака была такая черта, он любил зацепиться за какую-то фразу обвинителя, и потом её эффектным ударом разбить. Он вышел и сказал, да, подстрекатели были, я с этим согласен. Я их нашёл сам, и сейчас выдам их правосудию. Они такие… Значит, они подстрекатели, они зачинщики, они причина всех причин, бедность безысходная, бесправие, безостенчивая эксплуатация всех и вся, доведшая до разорения, вот они подстрекатели. Он сказал, что мы вот тут в лагере Минина и Пожарского находимся, а вот это Бобринский, это Малюта Скуратов, это палач русского народа, и всё такие… В общем. Ну и в результате ему удалось оправдать 30 из 34 подсудимых на этом процессе, а 4 которых всё-таки осудили, они были осуждены, значит, наказание было значительно мягче, чем требовалось. Ещё одним известным процессом с участием Плевака был процесс над Савой Мамонтов, который хотел… Это известная история о том, что он хотел построить железную дорогу из Ярославля до Вятки и мотивировал это тем, что необходимо оживить забытый русский север. В принципе, это была прекрасная идея, потому что именно железнодорожное строительство, оно оживляло жизнь во всех полусонных регионах России, т.е. часто говорят о том, что, скажем, Сибирь стала по-настоящему русской, стала развиваться только после появления Транссибирской железнодорожной магистрали, и это действительно так. Т.е. средством оживления России её входа, втаскивания в XX век или хотя бы во вторую половину XIX были именно железные дороги, это были главные транспортные коммуникации, вокруг которых торговля возникала, гостиницы, начинала кипеть жизнь, и чем больше было железных дорог в России, тем лучше. Но сам Мамонтов связался с какими-то недобросовестными подрядчиками, которые исчезли, в результате за всё пришлось отвечать ему, и Плевака выступил его защитникам, потому что они были хорошо знакомы, и Плевака с большим уважением относился, в частности, к его меценатской деятельности. Это было ещё одно из успешных дел Фёдора Никифоровича, Фёдора Никифоровича. Но помимо того, что он был таким вот знаменитым… Подожди, мне просто, чтобы хронологию смотреть, т.е. Мамонтова его судили ещё до того, как его окончательно обанкротили, или… т.е. там же был один из самых известных судов, когда всё-таки его признали банкротом, был с Мамонтовым, нет? Там какая ситуация была – факт растраты суд признал, но Мамонтова виновным в этом не признали, т.е. не признали за ним злого умысла, не признали в нём коррупционера, вот в чём дело. Понятно. Значит… Расскажи уж про это, про люди добрые, этот человек… Я не хочу просто эту фразу произносить, чтобы вы не спойлерите. Да-да, но помимо таких крупных дел, Плевак выступал по разным мелким делам, и он был знаменит как мастер экспромта, т.е. в принципе, потому что мы уже зачитали это, видно, но в том числе он был знаменитый как мастер экспромта, который буквально двумя фразами переворачивал акценты и представлял своего подзащитного совершенно в другом свете, и таких дел было несколько, причём я подозреваю, что, может быть, что-то там потом и присочиняли, потому что у нас же нет стенограмм, это такие городские анекдоты. Но, тем не менее, да, одно из известных дел, которое пересказывалось из уст в уста, это было дело священника, которого обвиняли в том, что он крал пожертвования, крал пожертвования, оставленные прихожанами. Плевака перед началом суда поспорил на крупную сумму, что он оправдает обвиняемого одной фразой. В некоторых вариантах этого рассказывать, именно, кстати, с собой мамонтовым он и поспорил. И обвинитель очень долго рассказывал о том, что вот такой нехороший священник ограбил людей, но Плевака поднялся и действительно произнес только одну празу. Он сказал, обращаясь к присяжным, «Люди добрые, этот человек много лет отпускал вам грехи, отпустите один раз, и вы ему». И сел на место. Присяжные переглянулись и решили оправдать священника. Ну, это был действительно такой аргумент. Но это было не единственное известное дело с участием Фёдора Никифоровича, где он буквально вытаскивал своего подзащитного. Сейчас мы ещё несколько примеров привезём, это довольно интересно. Однажды пришлось ему защищать крестьянина, которого проститутка обвинила в изнасиловании. Это было очень интересно. Ну, это тоже обвинитель долго распинался, это что-то публика, естественно, прибежала, такое дело. Плевак остал и сказал, что если будет ещё и штраф, там какая-то мебель поломана, ещё что-то, я прошу из суммы вычесть стоимость стирки простынь, которую истица запачкала своими туфлями. И, значит, дама, которая, собственно, и подала это заявление, закричала, что она не какая-то свинья, а на туфли сняла. Ну и после этого крестьянина оправдали. Тоже очень... Я сейчас как раз работаю над книжкой «Моральный Петербург», я тоже вот эту историю туда планирую включить. Давай, давай, включи обязательно, но это дело было в Москве. А я туда подвёрстываю, потому что... Ещё один случай произошёл, когда одну торговку обвиняли в том, что она закрыла свой магазин на 20 минут позже положенного срока, и, значит, плевака вышла с положения тем, что предложил всем участвующим прокурору, председателю суда, присяжным сверить часы. Выяснилось, что у всех разнобой, а крестьянка была неграмотной, не особо образованной, поэтому всему виной были неправильные часы. Ну и, в общем, в целом плевак действовать такими методами достаточно умело оправдывал, защищал в основном простой люд. Слушай, а напомни мне дело Овсянникова, вот это известно Коневское дело, там кто был отбинитель, пропаджог? Спасович, спасович, известная фраза пропаджог, это он сказал. Да, да, это спасович, мы можем поговорить, да, очень интересное дело, миллионера Овсянникова. Ну мы отдельного расскажем, отдельного не будем. Хорошо, слушай, ну очень круто на самом деле, прям такой действительно срез. Да, для завершения пара слов просто о личных качествах Фёдора Никифоровича, потому что, несмотря на то, что он был потомком киргизов и, видимо, поляков, он был по своему поведению истинно такой русский человек с широтой души сказочной, и деньги швырял направо налево, однажды он приехал в глубинку и решил сходить в театр, пришёл в театр, выяснилось, что спектакль отменён, потому что билеты не проданы, не будет, плеваю, как говорит, а сколько, какой сбор вы ожидали, если заполнить весь театр? Он говорит, ну примерно 5000 рублей, мы хотём такой, не вопрос, вынул 5000 рублей и попросил господ актёров начинать, и сидел в зрительном зале один. Т.е. он мог там зафруктовать пароход и всех своих друзей позвать, ездить плавать по Волге, в течение недели развлекаться, шампанское рекой лилось, причём он абсолютно был бессеребренник, он мог выбрасывать эти деньги просто на ветер. Он однажды на перроне повстречался с будущим великим оперным певцом Леонидом Собиновым, и, разговарившись с ним, выяснилось, что Собинов нуждается, и взял его к себе в помощники. И потом ввёл его в круг, в богемный круг Москвы, легонечко так подстёбывал, говорят, что это Лёнька Собинов, нет такого простецкого дела, которое бы он не проиграл. Он говорит, голос курского соловья, типа надо прогнать его в оперу, но в итоге так и получилось, Собинов прославился. Выгнали из этого в оперу. Значит, но самое лучше всего характеризует Фёдора Никифоровича Плевака, как такого своеобразного персонажа, история с его сыновьями, у него было две жены и два сына, это просто такая как бы достаточно странная, конечно, видимо, это надо как-то психологически объяснить, но, короче говоря, он обоих сыновей назвал Сергеями, у оба сына были Сергея Фёдоровича Плевака, старший и младший, причём оба стали адвокатами, и впоследствии, когда они уже были взрослыми, несчастные клиенты были жутко запутаны, поскольку в Москве появилось два Сергея Фёдоровича Плевака, и часто происходили такие случаи, когда, записавшись на приём к одному, они приходили на другом, но я вот почитал речи, которые они произносили, и надо сказать, что, конечно, влияние отца было очень сильным, они оправдывали, стремились к оправданию своих подзащитных, очень часто используя строение и аргументацию, которая была присуща именно Фёдору Никифоровичу. Но в конце жизни, после Первой русской революции, Плевака вступил в партию октябристов, и вот его ученик и друг Василий Маклаков пишет, что Плевака, конечно, был чужд всякой политической деятельности, он даже не особенно вникал в то, в чём была разница программ политических партий и так далее, и его вступление в партию октябристов было просто курьёзным, потому что он услышал слова о законности, о правосудии, и решу, что ему туда, но по большому счёту он избрался в Государственную Думу, но как депутат Государственной Думы Плевака, конечно, себя не проявил, т.е. его думские речи были значительно слабее того, что он произносил в суде, но, тем не менее, это ни в коей мере не поколебало его репутацию народного заступника в суде, когда он скончался в 1908 году, его хоронили при огромном скоплении народа, только, наверное, несколько человек вот в эту эпоху можно сравнить, их провожали с таким же трепетом, с таким же почитанием, как Плевака, там, допустим, это Лев Толстой и, может быть, председатель Первой Государственной Думы Муромска, и на его могиле были высечены слова «не с ненавистью, а с любовью судите» из одной его речи, но мы знаем, что последующие события говорят, что его слова не были услышаны. Да, Егор, спасибо большое за этот прекрасный, увлекательный рассказ, надеюсь, мы продолжим эту серию, я каждые полгода, когда мы встречаемся с Егором, произношу эту фразу. Зато регулярно. Вот я, прости, закончу, сакцентирую внимание, что очень важно. А чем уникален-то Плевака, в чём его особенность? Как раз именно в том, что он был адвокатом доиндустриального общества, в том смысле, что вот эта вот история со священником, значит, пожалейте человека, который столько лет, по-моему, отпускал грехи – это история абсолютно не юридическая, это история абсолютно такая народная, по народной правде, и этим и объясняется необычайная популярность Плевака в народной среде, ну и, конечно, тем, что он специально подбирал себе такие дела и бесплатно защищал крестьян и рабочих, но также ещё и этим, что он апеллировал именно к правде, потому что никакой другой адвокат так себя не вёл, всё-таки адвокатура стремилась действовать в рамках именно закона, но Плевака пытался эти рамки постоянно расширить, и его трактовки законов приближались и сближались к представлениям народа, и это очень важно, потому что представления народа о правде в этот момент расходились с законом, и здесь можно было бы перекинуть мостик к представлениям народа о правильном распределении земли, потому что это был на самом деле важнейший вопрос. То есть народ в конце XIX века видел мир и мирскую правду иначе, чем видело его государство, и вот именно в этом конфликте, собственно, из этого конфликта происходит зёрна русской революции, и вот этот вот феномен Плевака, он в этом контексте очень важен. Да, крайне было бы интересно, если бы он дожил до 1917 года, хотя, конечно, слава богу, что он, наверное, и не дожил. Сложно сказать, непонятно, потому что 1917 год выносил людей в разные стороны. Независимо причём от их политических порой взглядов. Но у нас есть пример Анатолия Федоровича Кунь, который вроде бы член Государственного совета, и там как можно было бы его царским сатрапом представить при желании, но тем не менее с самого начала сотрудничает с советским правительством, персональный пенсионер, огромными тиражами издаются его воспоминания и так далее, и, в общем, вполне себе благополучно жил при советской власти. Да, до 1924 года он жил. Хочу напомнить, что в эту субботу в 15.00 в Ловте Пряники пройдёт лекция из серии «Романовых без соплей», где я буду рассказывать про спиритизм и идиотизм в семье Романовых. Начнём мы с Александра Иосифовны, супруги великого князя Константина Николаевича, ну и дальше, вот про всю эту битву экстрасенсов 19.00 века и даже начало 20.00. А в Москве в 16.45, в воскресенье, там же в библиотеке имени Толстого будет лекция про великого князя Константина Николаевича и его балерину Кузнецову, а самое главное будет рассказ про одного из его сыновей Николая Константиновича, обвинённого в краже драгоценностей, про его роман с американкой Фанни Лирой, про то, как он, в общем-то, фактически поднял с колен Узбекистан и во что он превратил Ташкент благодаря своим совершенно феноменальным предпринимательским способностям. Ссылки на все встречи есть в описании под этим выпуском, приходите. Ну ладно, ставите комментарии вот там под этим выпуском, увидимся. Да, всего доброго, до новых встреч. Пока.